Время пришло, солнце взошло Там моя звезда, она... Ты песня о чем падает? Боже, не живая А что песня? В двух словах Ты мечтаешь? Ну это всё Время реш你们 Ты мечтаешь? О чем мечтаешь? Полюбить? Купить куклу? Уехать за границу? Цель А, то есть ты мечтаешь стать певицей? Ты точно уверена в этом? Ты певицей хочешь стать? И в этом твоя мечта. Какие еще там слова? Понятно, господа педагоги, вы можете каждый из стоящих здесь сейчас детей рассказать, о чем ваша песня? Сто процентов. Ну давайте сейчас попробуем еще раз. Катюша, во-первых, смотрите. Ребята, послушайте внимательно. Сейчас на примере Кати, на примере Кати, первая подача текста, звука, впечатления от вас сразу же с первого слова. Ну а, Катюша, атака должна быть мягкая, но четкая. Учит преподаватель. У тебя замечательный преподаватель. Мы с ней неоднократно уже встречались. Почему так начала вяло? Сама скажи, почему? Что это происходит? Страх, неуверенность, слова забыла. Или что? Почему? Как ты думаешь сама? Побоялась. Значит что, страхом мы не дружим? А зачем он нам нужен, страхом? В результате, если страх с нами, значит мы лауреатами не становимся. Вы понимаете, о чем речь? Так, попробуй сейчас выйти. Давайте посмотрим на Катю. Будьте добры, фонограмму нам дайте. Так, стоп! Катя, смотри, что сейчас произошло. Кто может сказать, что произошло сейчас с Катей? Она не побежала. Нет, дело не в том, что она побежала. Что? Она вышла, у нее вы... Ты глазами уходила, искала кого-то, чего-то. А зачем? Посмотри на Катюшу, вставай. Дайте фонограмму, пожалуйста. Я хочу сказать вам, зрители, Я так люблю стоять на сцене, И я вас всех люблю, И я вам петь хочу. Не знаю я, фонограмму не знаю. Я ни на кого не смотрела, понимаете? Никогда не смотрите в анфас. Анфас — это взгляд, который встречается глазами. Ты видишь, сейчас я смотрю в твои глаза? А сейчас куда я смотрю? Я смотрю сквозь вас. А смотрю я на вашу переносицу. Но я смотрю на вас. Вы понимаете? Вы пронзаете пространство. Вы не должны смотреть. А ты выходишь, ты артистка! Тебе нужно покорить этого зрителя. Что там, что? Нормально? А где мама? Вообще про мам забыть? И про преподавателей забыть? Ты сейчас здесь. Ты богиня. Это храм. И вы выходите не в богатых платьях, а с богатым сердцем. Понимаете? Выходит девочка вся, вот тут у нее, извините, и павелоны на голове, и все, все. А здесь пусто. И она ни до кого не достучится. Попробуешь еще? Давай. Будьте добры еще раз в панограмму. Стоп, панограмма! Какая ошибка была сейчас у Кати? Сейчас давайте не промглядывай. Ноги. Молодец. Молодец. А зачем ты идешь под музыку? А зачем? Зачем? А зачем мы так идем? Зачем? Может, мы ноги покажем? Катюша! Катюша! Да ты вообще... Так ты считаешь, чтобы вступить правильно? Смотрел! И здесь, вот она, я на сцене! Хватит никаких шагов! Никаких шагов! Еще раз в панограмму! Свобода полная! Свободу, попугаю! Так что у тебя остается музыка. Вот для этого, для этого нужны, для этого нужны репетиции. Вот такие вещи, конечно, они расстраиваются. Да? Вы дали ребенку свободу, свободу, но подход к микрофону, конечно, если это в руке, другое дело. Она в любой момент... А здесь это и подкупает, это ваш профессионализм. Катя, а если ты все-таки... Дайте нам еще раз фонограмму. Фонограмму нам еще раз. Хорошо! Так, еще одна ошибка. Что происходит? Нет, 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 дело не в этом. Она всегда... Она всегда... Она всегда... Пусть у многих очень было такое замечание. Вы заранее готовите свой артикуляционный аппарат. Уже... А, все. Э, микрофон к себе, а еще там у вас там 4-5 секунд. Зачем? Это неестественно уже. Понимаете, о чем я говорю? Ты же слышишь фонограмму? Время пришло и пошла пить. Понятно? Попробуешь одна? Давай. Давай. Конечно! Еще, еще, бегай, бегай. У тебя есть время. Ты пульсирует у тебя. Ты чувствуешь. Зал, зал зрительный. Время пришло, солнце взошло. Все, хорошо, Катя. Ребят, просто происходит разрыв пространства. Чувствуете? Она потеряла его. Она теряет. Взгляд. Вот он, зритель. Одно дело ты на сцене. Внутренний монолог. Сначала появляется девочка на сцене. Она счастлива, что она на сцене. Мороз по коже у нее идет. Я здесь. А потом даже, понимаешь, зритель. Нет, он мой. Он будет сейчас мой. Катя, он будет мой, этот зритель. Я сейчас вам свою. Ну, и ты пошла. Хорошо. Катя, спасибо. Сейчас поняла. Ты поняла, что... В данном случае, это было просто, наоборот, чуть-то позаимно. Да, да, да. Это тоже ошибка. Мы очень часто убегаем вперед фонограмму. А этого быть не должно. Особенность, если вы поете джаз. Наоборот, должна быть небольшая оттяжка. А мы бежим-бежим. Так, играем в игру, как обещала. Играем в игру, как обещала. Опустили руки. Слабо это. Делитесь. Значит, сложность оказалась в том, чтобы разгадать, о чем песня. Наверное, это все-таки проблема многих. Сейчас я вам загадываю загадку. Это будет перефраз. Я перефразирую что-то, либо кого-то. Это может быть явление предроды, может быть предмет, может быть профессию. А кто из вас первый догадается, выиграет. Вам понятно? Вам задание понятно? Да. Это круглое. Это твердое. Земля. Это можно взять в руки. твердое. Это тяжелое. Это зеленое. Зеленое. Рбуз. Рбуз. Вот, пожалуйста. Да. Вам понятна игра, в чем заключается? Я оттягивала, если бы я сказала, что это можно скушать, вы бы еще быстрее догадались. Или полосатая. Конечно, да или полосатая. Или полосатая. Кто хочет загадать загадку? Это вам кажется, что легко, но это не надо подумать. Это называется перефраз. Это тренирует вас. Это тренировка. Попробуй, кто-нибудь. Может, взрослые кто-нибудь. Взрослые попробуйте. Парефраз или в ассоциации игра. Да. Сейчас будет еще одна игра. С перефразом понятно, как играют? Значит, сейчас следующее. Кто не боится показаться смешным? Я. Молодец. Ты сейчас будешь задавать нам вопросы. Мы сейчас договоримся, кто ты или что ты. твоя задача. Знаете, педагоги, коллеги, дети, проблема состоит в том, что мы перестали творчески как-то фантазировать все. Мы должны больше, больше разговаривать. Вы, наверное, чаще с интернетом разговариваете. Есть такое? Я гуляю. Гуляешь часто? Одна? Нет, с друзьями. Значит, ты общаешься. Значит, тебе будет просто. Ты должна будешь задавать сейчас наводящие вопросы нам, на которые мы будем отвечать. Либо да, либо нет, и ты должна будешь определить, кто ты, что ты, продукты, предметы. Ты поняла? Но ты должна так грамотно задавать вопросы, чтобы как можно быстрее отгадать, кто ты или что ты. Си сюда, идем. Си сюда, си сюда. Скажи, си сюда. А ты не подслушивай. А я здесь ее развлекаю. Все слышали? Все? Так, пожалуйста, ваш первый вопрос. Мы отвечаем только либо да, либо нет. Да. Ты спроси вообще, это предмет? Громче задавай. Нет. Микрофон можешь? Микрофончик, вставай поближе. оговоришься, не стесняешься. Давай в микрофон. Давай, давай, а то не слышно вопросов. А что думать? Ты быстрее, в двух угол. Да, да, да. Сейчас вам охотите. Большое, маленькое. Здравствуйте. Ну, поехали, поехали. Следующий вопрос. Бегом. Итак, одушевленное, но не предмет. Следующий вопрос. А на микрофонах? Да. Нет, вот туда, не мне, у всех. Задавайте вопрос туда. Нет. Голова есть? Ну, смелей, смелей. Ну, уже посмотрите. Высые волосаты. Нет. Не на меня, на меня не надо смотреть. Курит, нет? Бросила. Это животное? Да. Это коты Анька с пятого. Домашняя, дикая? Вот, то есть она домашняя? Нет. Скорее, скорее, скорее. Оно коричневое? Да. Волосатая. Срагань? Ну, 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 скорее, скорее. А вдруг чешуя есть? Нет. Она злая. Она злая. Нет. Если разозлишь, но злая. Я сама не знаю, что-то такое. Ну, в общем, игра заключается в том, что максимально она может задать семь вопросов. Понимаете? Вы ограничиваете. Вы что думали? Ну, так а как? Это же игра. Способность задавать вопрос это, между прочим, не так про. Это труд. Это нужно сформулировать, Тем более, если у вас их всего семь. Все равно у вас их больше не дойдут. Вы проиграли. Так, ты была обезьянка. Ты почти. Ты нормально. Кто хочет проиграть? Быстро. Пожалуйста. Так, быстро загадали. Сюда, сюда, сюда. Идите к нам. Так я же придумаю. Очень хорошо.